Здравствуйте, дорогие зрители! Музыкант играл на скрипке. Я в глаза ему глядел. Я не то, чтобы любопытствовал. Я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки. Но я силился понять, как умеют эти руки, эти звуки, извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А ещё ведь надо душу, душу вынуть и поджечь. А чего с ней церемониться? Чего её жалеть? У нас сегодня в гостях человек именно такой, горящий, с горящей душой. Преподаватель Центральной детской музыкальной школы при Московской консерватории Лукьяненко Анатолий Дмитриевич. Здравствуйте! Добрый день! Вы знаете, человек, который работает с детьми, это человек, у которого внутри всё-таки сохранился маленький-маленький ребёнок. Мне кажется, не каждый может найти подход к ребёнку. Или это, в общем-то, дело достаточно такое, житейское? Ну, спасибо вам за представление такое, за характеристику мою, моего, так сказать, моей личности. Мне это очень приятно. Что касается работы педагога, и педагога, который работает с маленькими детьми, это, конечно, очень ответственное, очень сложное дело. Оно основывается на любви к ребёнку, и вообще к детям, так сказать, и не только к ученику своему, ну, вообще, так сказать, к другим детям, к своим, чужим, неважно. Но вот эта любовь, она должна быть обязательно. И если её нет, заменить её невозможно ничем. Потому что работать надо не столько над какой-то там технологией, потому что это приходит, в принципе, в работе как-то. Ребёнок может научиться каким-то вещам, там, рукоделию. Приёмом, да? Рукоделию, я это называю, да, приёмом игровым. И вот это, в общем-то, не так сложно. Если человек профессионал, он может научить этому довольно быстро обращению с инструментом. То есть техническая сторона проста, да? Нет, она сложная. Но это, так сказать, в пределах, так сказать, осязаемости и видимости, так сказать, перспективы. А вот когда ребёнок начинает думать, когда он начинает чувствовать, не просто перебирать руками, а когда он хочет в музыку вдохнуть что-то, да, то этому надо учить. Это надо, этому надо много времени потратить на это, чтобы ребёнок почувствовал, что в музыке есть душа. И вот душу надо воспитывать. Душа должна трудиться. И денью ночи. И трудиться, да, и трудиться с детства, чтобы каждая взятая нота на инструменте, она отвечала, имела отзвук в душе ребёнка. Тем более у вас ещё инструмент такой своеобразный. Дело в том, что, если клавишные, они как-то опосредованно передают звук, а виолончель, она ведь сразу же вибрирует вместе с тобой, да? То есть ты даже телом чувствуешь этот звук, который рождается от того, как работает смычок, правда? Да, это так, именно так. Я могу даже в этом случае привести пример из классики, из прозы. Вот Алексей Максимович Горький, да, наш замечательный русский писатель, великий писатель, я его считаю гениальным абсолютно. Хотя у него были разные периоды, это известно, да. Вот, неоднозначный такой, неоднозначной оценки его творчества, я всё-таки его считаю абсолютно гениальным, потому что он был чрезвычайно любознателен и видел мир, не только видел его, он его слышал и был музыкальным очень человеком. Я не помню, в каком это произведении, в рассказе, либо в жизни Клима Сангина, в романе, он, идя по улице, слышит звук, который спускается с небес, необъяснимый совершенно. Звук, идущий то ли от голоса человеческого, то ли поёт птица, он понять не может, что это такое, что это за звук. Но он переворачивает душу, он заставляет чувствовать какое-то необъяснимое, невыразимое волнение и останавливается, и долго стоит, слушает. В результате, оказывается, это виолончель. Он услышал звук виолончели, и когда ему объяснили, что это виолончель, он, значит, с тех пор это человеческий голос, да, он полюбил этот инструмент, и вот в такой поэтической форме, хотя выраженной в прозе, но с поэтическим содержанием, так, как он мог. Вы помните, как он, буревестник, написал, какая-то поэтическая проза замечательная. И вот такое вот признание, и признание в любви этому инструменту. И не только инструменту, а помните интересный курьезный случай, когда он вместе с Шаляпиным поступал как оперный певец, да, и взяли Горького, а не Шаляпина, да, вот такой курьез, ошибка человека, который слушал два голоса и не угадал, кто же будет великим музыкантом, да, а часто приходится ошибаться. Вот вы предполагаете, что этот музыкально одаренный мальчик или девочка прозвучит в будущем, а он оказывается не столь трудоспособным, не столь вот сразу можно определить? Сразу нельзя определить, потому что в процессе появляются дополнительные приходящие такие трудности, которые сразу незаметны. Как то вот способность мыслить реактивно, реагировать на сказанное или услышанное, да, вот отсутствие реакции иногда проявляется позже, не сразу, да, вот потом неумение конструктивно мыслить, это все воспитывается, впрочем, но самое главное, что все-таки должно быть от природы, должна быть музыкальность и чуткость, и любовь, вот это самое главное, вот чтобы любовь была у ребенка непосредственной, сразу проявлялась к инструменту, иногда бывает так, что он начинает вроде бы с любовью, но потом оказывается, что это любовь родителей, а не ребенка, и ребенок начинает где-то пробуксовывать, ему приедается, ему это становится неинтересно, потому что тяжело трудиться над собой, да, но вот эти рецепторы надо развивать, если они поддаются воспитанию, шлифовке, то есть перспектива, а если этого нет, то ребенок остается таким середняком, и в общем, такие тоже нужны, середняки тоже нужны, потому что не все становятся большими музыкантами, артистами, выходящими на мировые сцены, поэтому мы имеем дело, к сожалению, не только с выдающимися способностями, а вот эта шкала, она довольно большая, и все нужны, все всякие дети нужны, так же, как и математики, бывают нужны, крупные специалисты в математике, ученые, а нужны есть учителя, есть кассиры, бухгалтеры, в конце концов, которым тоже математика нужна, тоже нужна, а вот вопрос такой, из мира поэзии, мне очень нравится монолог Сальери, когда он рассказывает о своем детстве, родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, слезы, невольные и сладкие текли, отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыки были постылы мне, упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Как на ваш взгляд, вот музыканту и маленькому начинающему есть какие-то науки, которые ему, в общем-то, с вашей точки зрения не нужны в системе образования? Ну, наверное, высшая математика не нужна в той мере, в какой ее сейчас преподают и иногда излишне, избыточно это делают и это наносит даже вред, потому что многие талантливые люди из-за этого терпят какие-то неудобства, неприятности и иногда исключают их, иногда восстанавливаются. В общем, такие перепития бывают в судьбе таких музыкантов очень сложные, что, конечно, они мешают, но, скажем, смежные искусства, такие, как живопись, там, я уже о литературе, о поэзии, поэзии и прозе, я не говорю, это, в общем, все способствует, конечно, развитию музыканта, его расширению кругозора и, так сказать, развитию вкуса, и, в общем, развитию душевных каких-то ресурсов, которые важны для... душа должна трудиться. Правильно, это утверждаем, постоянно к этому возвращаемся. Душа должна любить. А вот Андрей Петров в одном из интервью сетовал на то, что сейчас китайские пианисты, владея виртуозно, владея техникой, они вытесняют из музыки душу. Вот чего-то в этом виртуозном исполнении не хватает. Мне кажется, сегодня элемент такого шоу, когда посмотрите, как я играю, не послушайте, какая прекрасная музыка, а вот какой я за этим роялем, и я как, ну, я касаюсь другого инструмента. Как вы смотрите на такую театрализацию или элементы шоу в современном исполнительстве, уже касаясь вашего инструмента? Ну, вы знаете, вот со времен Ростроповича, пожалуй, вот если говорить о моем инструменте, то с этого периода действительно в исполнительстве виолончельном появилось что-то такое новое, безусловно, положительное, потому что это действует магически на публику. Это сначала трудно было определить, что это такое, но вот сам облик этого человека, его сосредоточенность, его манера игры во всяких проявлениях и в музыке печальной, музыки веселой, жизнерадостной, трагической, всегда что-то было новое, всегда он читался по-новому, каждое его исполнение было очень таким новаторским и поэтому вот это свое так сказать является таким ну как бы шоу тоже он внес что-то новое такое ну и сейчас это уже стало так сказать обыденным традицией это не только виолончели пианисты тоже пользуются этими приемами мы знаем вот пианиста знаменитого сейчас Мацуева он пользуется этим так сказать он играет и джаз а многие его знают и в общем-то немножечко ругают ну немножечко ругают правильно ругают потому что во всем хорошем если его пролонгировать то это превращается постепенно в минус переходит во всем нужна мера а сейчас мы предлагаем вам услышать потрясающий доминорный квартет Людвига Ван Бетховена в исполнении струнного квартета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игра в оркестре также Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Нет, то же самое происходит и в игре в ансамбле. Вот в квартете у Бетховена там все так ясно прорисовано. Вот каждый голос, он вовремя вступает, его внимательно и уважительно, и с любовью слушают. И вообще этот квартет, это гениальный квартет, а как, впрочем, и все эти квартеты бетховенские, у него их 14 квартетов. И во всех сквозит эта любовь безграничная к человеку, к тому, что видит человек. Это очень важно. Поэтому научить этой любви в ансамбле, вот это самое главное. Вы знаете, Игорь Горобарь вспоминал, что он, будучи студентом совершенно не музыкального училища, вместе с Петром Ильичем Чайковским, прогуливаясь, спрашивал, а стоит ли мне заниматься музыкой? Вот у меня мало таких мгновений, когда я испытываю вдохновение. И Петр Ильич ему сказал, а вдохновение – это редкая гостья, которая не посещает ленивых. И вдохновение рождается в труде, во время труда. Горобарь спрашивает, так значит, бездарных людей нет? Да, вот те, которые не испытывают вдохновения, он говорит, по крайней мере, гораздо меньше, чем об этом принято думать. Вот как вы считаете, ребенок, все говорят, бесталантный ребенок, да? Есть ли неталантливые дети, маленькие? Или из каждого можно сотворить музыкальное чудо? Вы знаете, по-моему, это поэт Астер, детский поэт, сказал, что нет детей неспособных, не талантливых. Все дети талантливые, рождаются все талантливые. Мы их портим, наверное. Нет, но они об этом забывают сразу же. Становят взрослые. Вот, что они не попадают в ту среду, которая дает им этому цветку, этому таланту вырасти и, так сказать, обрести вот тот аромат, то тонкость, которая должна быть у цветка. Да, вот этот бутон, он так может и завянуть. Понимаете, как это очень часто и бывает. Засыхает еще в детстве. То есть хороший музыкант – результат коллективного труда и учителя литературы. Родителя, прежде всего, родителей. Да, конечно. То есть, в принципе, над этим цветком действительно его надо поливать, поливать и поливать, и, в общем-то, не одному человеку. А вот как вы думаете, ребенок в городе с наушниками, с огромным количеством шумов, у него ухо страдает от того, что он постоянно находится в таком звуковом агрессивном поле? Ну, конечно, это несчастье, это бедствие, что у нас вот это носит такой характер всеобъемлющий. Люди едут в метро, кроме этого грохота безумного, еще в ушах наушники, которые добавляют эти шумы. И я, стоя рядом, вот слушая этот бит все время, или машина проезжающая, там новый русский сидит. И мешает себе слышать краски. Сын олигарха какого-то, и у него так там бьет этот бит, вот этот, что асфальт дрожит, понимаете. Вот это страшно, конечно. Это такое отупение идет. Вот, вот, и все то, что дает природа, это забивается, это забивается вот этим шумом, грохотом. А вот то, что это не музыка, это даже тут не о чем тут спорить, потому что это такие турбобура-столбоставы, которые забивают в каждом такте. Это ужасно. Анатолий Дмитриевич, спасибо вам огромное за участие в программе. Наше время истекло, к сожалению. Мы прощаемся с вами, дорогие зрители. Всего вам доброго, до новых встреч. И помните, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия.